Чрезвычайное происшествие. В ночь на 1 апреля в пятиэтажном жилом доме по улице Разина в Канаше загорелась крыша. Общая площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Пострадавших нет. К месту ЧП приехала глава Чувашии. Из Канаша передают мои коллеги Татьяна Молкова и Юрий Марков. Здравствуйте. Мы находимся в Канаше на месте пожара. Сегодня ночью здесь в пятиэтажном доме горела крыша. Сигнал о пожаре поступил на пульт пожарной охраны в 3 часа ночи. Все 98 жильцов этого дома, в том числе 10 детей, были эвакуированы. Сейчас они располагаются в общежитии Канашского техникума. Они обеспечены всем необходимым. В течение дня жильцы, конечно, подходили к своему дому для того, чтобы войти в квартиры и взять самое необходимое. Но оценить ущерб их пока не пускают. На месте работают специальные службы. Некоторые СМИ сообщают о том, что летом 2020 года здесь был проведен капитальный ремонт кровли. И вот что нам рассказали жильцы. Квартира где находится? На каком этаже? На пятом. На пятом. Прямо рядом с вами. Ой, как шумело. Это вообще ужас один. Гудело прям. Страшно было? Страшно. А где вы разместились? Где вы провели вот эту часть дня сегодня? Утром нас увезли в третью школу. Там сразу нам горячий чай дали. Там врачи, давление, таблетки, уколы кому делали. Кому что понадобилось, полная помощь была. А потом, пока это все нам, таблетки, давление все мерили, приготовили завтрак. Кашу вкусную дали. Чай попили, накормили завтраком. Специалисты устанавливают причину пожара. Обстоятельства произошедшего докладывают к главе Чуваши Олегу Николаеву. Сейчас создали комиссию на уровне муниципалитета с участием граждан. Комиссионно каждую квартиру обойдем с фотографированием и дальнейшей уже экспертизой ущерба. Мы же тут с вами должны понять, в течение какого времени мы приведем в порядок этот дом. Ну, насчет этого, конечно, эксперты должны знать, сколько там работ надо будет. Но предварительно, я думаю, даже не меньше месяца. Каждая семья получит выплаты, предусмотренные законодательством. Но самое главное, мы будем и дальше сопровождать этот процесс. И в зависимости от того, насколько будет длительная процедура восстановления дома, будем исходить из складывающейся ситуации и будем принимать решения такие, чтобы каждый человек чувствовал себя, что есть полное соучастие и сопровождение властей всех уровней. Здесь сейчас работает следственная оперативная группа, следственный комитет, МЧС. Выясняем, где очаг возгорания по предварительной версии. Очаг возгорания был в третьем подъезде между четвертым и пятым этажей в шахте оборудования. Скорее всего, провайдер устанавливал какое-то оборудование. Там произошло короткое замыкание. По вентиляционной шахте огонь поднялся наверх, на крышу, и погода была ветреная, и по крыше уже распространился по горючим материалам. Это предварительная версия. Сейчас следственная группа работает. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. В результате сгорела кровля, жильцы не пострадали. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике организована доследственная проверка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Егорова Продолжение следует...